Здорово, зритель! Короче, я как бы заказала на Вальбрис еще водолазку красную, тут какая-то надпись, но как бы ее еще надо померить, может она мне еще не подойдет. И она вроде уже сегодня прибыла на базу выточки, но у меня там еще пара заказов, даже нет, ну три товара заказаны, но они вроде как завтра придут. У меня так лениво сегодня было вдруг идти, я так вчера добилась сегодня ночью, сегодня утром. Ну, короче говоря, я решила, что можно примерить, вот смотри, сейчас эта футболочка скрывает, тут ремешок, я сейчас его, ну пока не буду доставать, потом тебе покажу. Он как бы под кожу, но это не кожа, но он очень хорошо прошит, 137 рублей, по-моему, он стоил, но это все, конечно, по скидкам. Ира, спасибо за донат, и за, ну, который как бы подарок на прошедшее ДР. Я выполнила твою просьбу и пожелание, я заказала шарфик, крутой, нежный такой, вообще, я его когда вчера забирала, дома глянула, такой мяконький, классненький, он на модель смотрелся, на вайтбрис очень классный, ну как бы отдельно шарфика такого не было, именно такого цвета, и шарфики, которые чисто вот белые отдельные, тоже мне, ну, не то было там, с кисточками какие-то, не такие, в общем, мне понравился очень этот, но он был с набором. С другой стороны, ну, как бы, что новая шапочка, это же, ну, не так и плохо, да? Я так думаю, он 20 сантиметров, по-моему, ну, тут и на 2 метра. У меня давно-давно был шарф на 2 метра белый, моя тетя мне вязала. Вот тут вообще такой нежно белый. Его можно, о, слушайте, зрители, его можно вот так даже положить. Короче, буду я как-нибудь стремить, мне будет холодно, его вот так положу. Супер вообще. Сейчас я шубку примерю. Вместе с ней. Шейка, наконец-то, закрыта. Мне очень нравится мой тот черный шарфик, который я у сестры покупала в магазине, когда я еще работала в этой FIFA. Мне в нем нравится сидеть, когда вот я вчера печатала, окно открыто, форточка холодно, но жарко. С одной стороны шею дует, с другой стороны жарко, если форточку закрыть. Но он уже такой, практически, как тряпочка. В нем только дома ходить или спать, когда вот горло простудилось, а да. А тут вообще шикарный. Набор стоил что-то около 800 рублей, тоже скидка. Ну, типа там это вот, остатки сладкие, или что-то в этом роде. Но я так поняла, что у подобной фирмы, я не помню фирму. Вообще, у меня где-то есть вот эта бумажечка. Может, она и не здесь. Вот там прикольная такая была булавочка, которая крепилась вот к этой шапочке. А вот тут фирма Джанго. Русская вроде как. И тут немножко шерсти, немножко еще чего-то. Махер, что ли, или что-то в этом роде. Ну, и это синтетическая какая-то ниточка. Я так поняла, что вот эти вот наборчики, там еще есть некоторых рукавички. Но рукавичек не было вот именно у белого варианта. Есть отдельно шапочки, есть отдельно шарфики. Но вот белый был только вот в таком варианте. И как бы они не первый год это все продают. И отзывы там очень хорошие. Тут флисовая штучка. И судя по отзывам, она и на холодную зиму подойдет, и вот на холодную осень или весну. Ну, я сейчас пойду с той шапкой, которая фирка мне вязала гулять. Ну, а вот сейчас просто при вас примерю. Размер 58. Я боялась, я никогда шапки не покупала, следуя размеру. Ну, у меня у сестры там шапка, которая в магазине фирка тогда покупала. Еще когда сидела как раз на кассе, приятелю делала фотку. И сговорила, выбери, какая тебе больше нравится, такую я себе куплю. А тут, значит, размер 58. А у меня размер 58 ассоциируется с размером одежды 58. Я так боялась, думаю, ну, как вот, что-нибудь не так. 56-58. Модель Алина, шарф. Ну, шарф, соответственно, шапочка. Джанг, артикул 1368 дробь 5. Цвет белый, размер 56-58. Думаю, вдруг, конек какой-нибудь большой. Почитала отзывы, почитала, значит, вопросы, ответы производителя. И поняла, что как бы это не тот размер, который, допустим, тушки. Вот, вообще отлично. Ну, и на чуть больше, чуть более большую голову она подходит. И даже детенышам она тоже подходит. У меня сейчас вот так вот. Если кому интересно, дайте знать в комменты. А, я ссылку постараюсь в видео, короче, скинуть. Тогда даже не придется скидывать в личное сообщение фотку, как вот там модель стоит. Там, правда, белая водолазка у нее, но именно вот белую водолазку я не видела. А водолазка у меня будет, если подойдет, у фирмы ОДЖИ. Сейчас я пойду за шубкой. Я ее там у зеркала надела, чтобы глядеть на себя, потому что тут-то я увижу себя только уже когда монтировать буду на камеру. Шубка с джинсами заодно сейчас увидится. Я-то пойду в платьишки сейчас гулять. Ну, вы потом мне в комменты можете сказать взгляд со стороны, как это выглядит. В общем, вот уже это так хорошо, так тепло ощущается вот здесь. Очень классно, я так в восторге, так мне нравится. Я думала сначала найти тут белый шарф, но как бы. У меня был такой волшебный пендаль. Спасибо, Ира, еще раз. Спасибо всем остальным, кто когда-либо меня поддерживал. Тоже. Ири решит поддерживать. Да, кстати, с пинка там одной подписчицы я сделала патреон. Я, правда, еще не очень разобралась вообще, соответственно, не разбиралась, что там и как. И мне его внезапно одобрили, хотя я думала, что не одобрят. Я туда пока скинула только одну свою рисунку. Ну, если вдруг пойдет дело, я туда буду пока рисунки кидать. Может, прозу какую, если разберусь, еще что-нибудь. Но если вдруг решите там поддержать, буду рада. И еще что хочу сказать. Так как приложения на телефон у патреона нет, а у меня Huawei Honor, ибо патреон, оказывается, дружит с гуглем, а гугль не дружит с Huawei Honor, то вряд ли это у меня будет так круто, как, допустим, я сейчас мысли пишу в Телеграм, но благодаря некоторым происшествиям в Телеграме у меня сейчас исключительно по инвайту. Если вдруг есть желание меня почитать, дайте знать куда-нибудь личное сообщение. Я вам скину ссылочку. Приглашение. Там есть группка, где 7 человек. И бложик, где вместе со мной 13 человек, куда я постю свои какие-то мысли. Ну, мне просто удобнее писать Телеграм. Ну, и да, если вы вдруг решите поддержать мой канал и получить за это какие-то бонусы, допустим, АСМР почаще, ну, 2-3 раза в месяц. Или мукбак, хавчик на камеру, тоже 2-3 раза в месяц. Или просто вы сделали какой-то запрос, а Лёля, блин, такая, не знаю как, рассеянная, я не собранная, и т.д. и т.п. Все никак не запишет этот ваш обзор, ваш запрос. Можете стать тоже моим спонсором 499 рублей. Из них 70% получу я в месяц. 30% получит Ютуб, но у вас будет возможность получить, допустим, Лёль, ты помнишь, ты собиралась записать обзор своего бюджета, как ты живешь по средствам? Я раз так в течение недели или там даже в течение трех дней пишу этот обзор, монтирую и выкладываю, если никаких форт-мажоров не случается. Потом, значит, получите свой... Какой-то человек меня поддерживает, спасибо за поддержку, в конце ролика, в титрах. Можете пользоваться там какие-то супер-стикеры. Стримы, если у вас наберется, допустим, больше трех человек, будут по ссылке, либо в чатикам только для своих, ну и вообще куча таких-таких интересных нишняков. Ну, а если просто хотите что-то мне сделать приятное, то в инфобоксе есть ссылка на адрес товостребований. Вот такой ремешок. Тут такая мягкая, но она похожа по ощущениям, как вот замша, только чуть более шершавенькая ткань. Здесь вот что-то типа, ну, под кожу, кожа молодого дермантына, я подозреваю. Сверху оно такой фигнёй облицовано, но у меня, значит, были ремни, у которых более дорогие. Но вот эта фигня отваливалась. Тут она прошита, и я думаю, не будет такого момента, что она отвалится. И тут каждая дырочка металлом обработана со стразиками. И тут, ну, буквально где-то телефон, меньше телефона, короче, где-то сантиметров 10 от первой дырочки до вот досюдова. И он весь такой дизайн, как бы, такими вот дырочками. Не надо ничего обрезать, не надо геморриться с кнопкой, хотя кнопка тут, в принципе, откручивается при желании. И раз, штуковинка, довольно плотно, хорошо входит. Так, иди сюда, и вторая штуковинка. В общем, отличный ремешок, ссылочку на него тоже оставлю, может, он ещё продаётся. Там был ещё в другом цвете, хорошая обряжечка, плотненькая такая, очень хорошо всё сделано. Тут вот эта фигнюшка, она хорошо тоже присобачена, ну, на скобе такой, кто-нибудь жаловаться на мой словарный запас. По-моему, он 110 сантиметров в длину у меня, потому что бёдра сейчас что-то около, ой, я даже не помню, может, 97. Ну, как-то я, короче, схуднула ещё. Вряд ли 87. Ну, в общем, где-то 97 бёдра, и вот как раз под такие джинсы самое то. Смотрите, какие прелести. У меня лапа может слегка дрожить, но я думала, кто уже не первый раз в год меня смотрит привычный. Вот такая ткань тут, ткань, текстиль. Можно даже какой-то АСМР-эффект можно получить от этого. Ну, в общем, он мне нравится, я долго выбирала. Вот тут, кстати, как пишет производитель, там кто-то хотел снять эти штуки, они на железячках приделаны, но надо сначала распороть вот эту штучку, а потом их достать. Это для тех, кто вдруг решит такую шапочку приобрести, там разные цвета ещё есть, и вас бусинки не устраивает. Но мне очень нравится, и вот мой ближний родственник, несмотря на то, что с какой-то моей такой шапки белой, с розовыми штучками, пыталась содрать эти розовые штучки, стразики, тут ей очень всё понравилось. Мне тоже очень нравится. Есть похожие вариации шишечки наверху, но мне как бы эта шишечка ни к сему не к городу. Да, кстати, вот, тут гибается. Я думаю, отгибать тут не обязательно. Ну и сам шарфик вблизи. Всем спасибо за просмотр, кто осилил до конца, всем пока! Не забудь поставить палец кверху.